Добрый день, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Некрос, я вас приветствую в ретро-прохождении, в полном ретро-прохождении игры на Сиге под названием Tiny Toon Adventures Buster's Hidden Treasure. Ну что, вы наверное скажете, что эту игру мы уже проходили, да? Это так, но я вам также скажу на это вот что. Ретро-игры, они для того и созданы, чтобы играть в них вновь и вновь и ностальгировать. Именно это мы сегодня в этом видосике и делаем. Вот. Так, ну что, значит, собираем морковки, за морковки получаем жистки, прыгаем на противников, как в Марио, и бегаем быстро, как Соник. Кстати, Бастер, насколько я помню, умеет делать подкаты, вот такие подкаты противников сбивают. Уровни здесь многоярусовые, то есть можно пройти уровень поверху, можно понизу, можно где-то посерединке их пройти. А, всякие какие-то секретные бонусы поискать. Вот, например, это Бессмертие. Похоже на Изумрудхауса, кстати. Можно найти колокольчик, который даст дополнительное здоровье. Тихо. О, всё. Попробую наверх запрыгнуть. Эти платформы падают. Кстати, знаете что? У меня всегда была ассоциация, что вот эти платформы, платформы очень похожи на шоколадки. Очень сильно похожи. Или на ириски, я не знаю. Так, но я нашёл колокольчик, и он мне дал дополнительное сердечко. Если это сердечко не профукаю, да тут даже такое есть, смотрите, видите? Вон, жистка. Если это сердечко не профукаю, то будет очень неплохо. Как бы это логично не звучало. Потому что лучше с четырьмя сердечками или с пятью проходить игру, а не с тремя. Значит, это птичка. Я не помню, как её зовут. Но, когда я маленький был, игру эту проходил, я думал, что это кузнечик больше, чем птичка. Это птица из какого-то странного измерения. Где всё очень странное. И такое измерение есть, по-моему, как обязательный уровень в этой же игре, только на Денди. И здесь это тоже есть, но это необязательный бонусный уровень. И, в принципе, если я проигрывать не буду, то мне этот уровень и, в общем-то, и не нужен для того, чтобы его пройти. Ну, разве только что для разнообразия. Да. А так-то... Так-то... О, сердечко. Нормально. Так, ну я ещё поверху пройду. В принципе, опять же, я пропускаю... Опа! Бессмертие! Хотел сказать инвизибилити, но инвизибилити это... Что? Это невидимость. Ну, а злодей в этой игре, как и на Денди, это Монтана Макс, и он нарисован вот на этих вот дощечках. Да, а вот эти вот банки, они для того нужны, чтобы Бастер об них спотыкался. Типа это мешает. Каким образом мешает, я ещё не понял. Ну, а как-то это мешает. Да, а ещё тут есть помощники. Можно вызвать помощника, который... всех врагов на экране раскидает. И помощники тут... Помощники тут разные. Это может быть Роудраннер, это может быть другая какая-то птичка. Или это может быть мышонок, который постоянно чихает. И просто сдувает всех противников. Вот это, кстати, уровень, наверное, один из моих любимых. Почему? Потому что тут красивый закат. Так, а тут я случайно не найду... Ой. Не найду ли я тут случайно колокольчик или жиски? Ну ладно, я нашёл это. А, тут мячик ещё. Очень такие противные. Непонятные гоблины с мячиками. Да, ещё когда бастер разбегается, он может в стену впечататься. К сожалению. Это его оглушает. Так, ещё сердечко, но оно нам особо не нужно. Тут ещё есть разгонялки вот такие. Опять же, очень напоминает Соника. Моделька. Видите, я неправильно прыгнул. От того и получил урон. И у меня два помощника, видите? То есть тут их можно, в принципе, вызвать. Вот в этом месте. Но это не обязательно. Так, внизу вроде шипы. Тут есть разного вида шипы. Какие-то убивают с одного удара, какие-то нет. По-моему, шипы, которые острые, тонкие шипы, они с одного удара убивают. А вот шипы, которые толстые такие, они вроде бы не с одного удара убивают. Тут вроде бы должен быть колокольчик, да. Вот, пять сердечек. Вот теперь нормально. Пять сердечек, три помощника. Вот, и теперь мы уже идём к этому. Ну, как выяснилось, это уже не кузнечик, да, а птица. На Дентике, я помню, надо было собрать этих птичек, чтобы она трансформировалась в одну большую. И что там, ключ отдала, что ли? Надо было ключи собирать от особняка Монтана и Макса. А здесь, здесь сюжет немного другой. До босса дошли, здесь, короче, доктор. Я не помню, как его зовут, честно, не помню. Доктор, короче. Он раздал, значит, персонажам вот эти вот шапки гипнотические. И они теперь под его контролем. В общем-то, об этом он в диалоге говорит, что ахаха, я контролирую всех твоих друзей. Но боссы тут простые. О, Жизг удали, что ли. То есть, ему, по-моему, четыре или пять ударов надо. Прям по таймингу, да? Да, пять ударов. Значит, вот это, вот это, это не Таз. Сразу говорю, это Тасманский Дьявол, но это не Таз. Это Дизи. Дизи Зе Дэвил, по-моему. Вот эти шипы убивают сразу. И платформа падает. А, это кто это? Оборотник, что ли? Или кто? О! Какие-то совы непонятные тут еще помидорами кидаются. Но, несмотря на то, что помидор это снаряд, на него можно прыгнуть и не получить урона. Ну, если правильно прыгнуть. Если косо как-то прыгнуть не так, то будет у... урон будет, короче. Вот сейчас я, например, максимально криво прыгнул на оборотня и при этом и при этом я не получил урона, а оборотня его нанес. Это очень странно. Да, тут еще очень противные летучие мыши летают. Но более противные, чем летучие мыши, тут совы. Именно совы не те, которые вот томатами кидаются. Ой-ой-ой. А вот те, которые... Вот видите, я криво прыгнул. Получил по башке за это? Хотя чисто технически я получил по ноге, а не по башке. Ну вот. Ну вот так. Так, здесь не паникуем. Все нормально. Ползем. И по веточкам прыгаем. Так, здесь, наверное, она падает. Да, да, падает. Тарзанка. Оп. Как ушам не больно. Они, наверное, это... Как? От такого трения уши, наверное, там гореть должны. Ну все. Уровень. Шесть жизок. И что? А вот сколько этих, я не понял. Но тут Родраннер помогает. А, нет, это не Родраннер. Это другой персонаж. Опять же, как зовут, не знаю. Так что с Родраннером я, конечно, ошибся. И да, значит, смотрите. Здесь мы же прошли предыдущие уровни, да? У нас помощников отнимают. То есть их нет. Было три помощника, что ли. Теперь их после босса их снова стало ноль. Вот. Вниз лучше не смотреть. Ничего там хорошего нет. И да, это место немножко затянуто. Ну. Ну, так сделали. Мне кажется, это лишнее, но... Ну, это не сова, наверное, это какой-то... Я не знаю. Леший, что ли. Я не знаю, кто. Кто это. Тут осторожно. Тут... Вот. Вот они. Вот они. Эти совы фиолетовые. Они бесят. Это одни из самых раздражающих противников тут. Так. Вот. Вот. Они летают по такой какой-то странной кривой траектории. И этим они как раз и... Так. А еще бастер умеет от стен отталкиваться, что очень даже круто. Так. Тут самое главное на шипы не угодить. Эти шипы не убивают. Они толстые. Так. Подожди. А. Тут все нормально. Я сначала подумал, что это альтернативный способ прохождения уровня, но походу... Походу нет. Хотя... Ты знаешь, да. Ты. Ты зритель. Ты знаешь. Ха. Может быть, наверху эта птица тоже есть. Я не знаю. Я не помню. Вроде как, наверх тоже можно было пройти. Так. Поехали дальше. Так. Вот это... Я не знаю, на что это похоже. То ли это кроссовки. Но раньше мне казалось, что это кроссовки. Но, скорее всего, это челюсть. И оно является капканом, который подбрасывает вверх очень высоко, а потом бастер падает и получает урон. Поэтому лучше эту фигню стороной обходить, не попадаться. Так. Тут вроде... А. А. Видишь, что? Ой-ой-ой. Ну, нифига себе, меня тут продамажило-то. А я не сразу догадался, что надо делать. Вот так вот я три сердечка профукал. Вообще, в легкую. Не помню, чтобы я раньше это место проходил вот так. Наверное, не самый лучший способ. Так, ну подожди. Может быть, тут есть какая-то это? Хотя проверять не хочется. А ее тут нет. Ну, типа, секретка в стене. О, вот так. О! Название игры, что ли? Название игры в морковках, да? Тихо. Это мы не любим. Ой. Офигеть. Ну, сейчас уже опасно. ты что, серьезно, что ли? Ладно, хоть сердечко взял. Ой. И че, и че толку, да? Я все равно его профукал. Вроде бы, тут что-то должно быть. Нормально, еще и в бонус угодил. Ну, хорошо. Здесь, короче, надо плавать и ни в коем случае не касаться этих... птиц. Коснешься птицы, телепортируешься вон из этого уровня. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Помощник, смотри. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Ну да, водные уровни, они самые неприятные такие. Ну, это классика. Когда водный уровень, медленный, бесячий. Как же без этого? Хотя, бастер... Ой, по-моему, лучше плавает тут. Это самый сложный момент. Да. Все, а теперь телепорт обратно. Три помощника. Слушайте, ну раз, я этих помощников все равно не использую. Давайте я хоть вам их покажу, что ли. Сейчас найду кого-нибудь. Какой... Ого! Ого! Это было очень опасно. Ну где тут? Есть тут кто? Ой-ой-ой-ой. Нет никого. Ну, блин, ну ладно. Может, на следующем уровне. Тут же один уровень такой есть, тоже немножко подвешивает. Он как лабиринт, и ты все время в нем путаешься. Почему? Потому что с непривычки ну уровень, как правило, проходит слева направо. А этот уровень наоборот, он слева направо, а потом резко справа налево. И у тебя возникает как бы ощущение, что ты вроде как не туда идешь, и... И все, вот. А на самом-то деле вот он, вот он, выход-то. Понимаете, он так близко и так далеко. Ай, ааа, у меня каждый уровень отнимают. Блин, я и забыл. Помощников отнимают вообще каждый левел. Ну, я эти тонкости забыл. Ну, что поделать. Так, ну, стрелочки нам немножко помогают, конечно, показывают, куда нам идти. Вау, повезло, повезло. Колокольчик. Да, внимание к мелочам. Видите, уши. Прикольно то, что так сделали. Определенно это прикольно. опа, ну, это было ловко, ловко, согласитесь. Так, пока что идем правильно. Есть тут неприятные места, ну, вот как, как минимум, вот это, да? Ой-ой-ой, вообще от всего увернулся, здорово. Подожди. А, это вниз. Во, 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 вот сейчас я правильно иду. Ага. Вот, вот так, ага. Во. Вроде бы. Пум. И, по-моему, наверх. А. Ой-ой-ой, ты че, куда? Она за мной летит. Внизу вроде бы этот кузнечик. Во, все. Все, я же говорил. Слева направо, потом вверх и справа налево. Непривычно, так что вот так. Босс, я полагаю, да. Так, кто тут уже будет? Койот? Ну, не помню, как его зовут, опять же. Я все их имена позабывал. Помню только Бастера, Бэпс. Ой. Ничего страшного, нормально, нормально все. Нормально? А может и не нормально. Нормально, нормально. Ну, он прям как доктор Эггман улетает там на чем-то своем. Каламе, текает, ты в порядке? Ты меня не слышишь, да? Ну, ладно, неважно. Фим, смыло куда-то. Водопад. Ну, ладно. Так, сейчас уже уровни будут позаковырести. Это уровни с пещерами. Тут, опять же, наверху колокольчик есть такой хитрый. Так, эта фигня не убивает, но мы постараемся об нее не ударяться. Ой, ой, тихо. тут бежать надо. Бежать, прыгать на башку жабе. Батлтотсу. О, секретка. Такая внезапная. Да, тут помощник как раз чихающий этот мышонок. так, тут камень, да, литратор. О, тихо. Осторожно. Ну вот, давайте я нажму. Тихо. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все, сдул. А вот это уже бессмертие. Так, ну я не помню Спасает ли оно от Шипов, но что-то проверять Не хочется, если честно Музычка играет из игры Фирменная, да? Так Ой, аж два сердечка вообще Двойная секретка, смотри, секрет в секрете Здесь почему-то, я не знаю Может разработчики забыли Но здесь было бы Логично Булаву на цепи поставить Кстати, задние фоны Неплохо так прорисованы, да? Так, ну Кролик этот еще умеет Ползать Все вроде бы, да? Жабы, да, вот эти они, лягухи Противные, иногда у них Бывают кривые модельки, и ты по ним не попадаешь Ай Не попадаешь Так, сосульки Хотя это не сосульки, это просто Ну в пещерах Бывают там Такие штуки Это еще пока легкая пещера Дальше будет чуть-чуть посложнее Вообще в этой игре сложность растет Ну Достаточно Ровно и сбалансировано, я считаю Так, тут у нас Опять камень Сейчас мы его Пока он не разогнался Мы Перепрыгнем Может быть Подразумевается Что я должен бежать Типа От этого камня Но Так проще Оу Побеспокоили мы Летучую мышку Прыгнул сейчас криво Согласитесь Но повезло Я слышу шипы Оу Да ладно Ну мне прям сегодня везет Но я аж так криво прыгнул Я обязан был получить урон Я его не получил Так Эта штука может задавить Надо быть аккуратным Опять ползем Так, так, так Ага Вау Подожди-ка Тут проверяем Стену Так Жаба Ой, а тут их и не видно Еще течение Смотри А я вниз пойду Тут все очень просто Но последние уровни Они, конечно, жесткие очень Вот они реально жесткие И там без знания Того, как Эффективнее проходить Там Тяжко будет Но У меня-то эти знания есть Поэтому будет Не так уж и тяжко Но Не без трудностей Так, тут у нас что Ааа Ой, что такое Что это было Ааааа Что за звуки Не понимаю А, вот это Это камень камня нет вот здесь вообще неплохо было бы разработчикам секретку какой-нибудь добавить потому что выглядит так как будто бы она там должна была быть согласитесь неплохо 10 жизней это еще не босс но уже что а водный уровень так я сделал небольшой перерыв на обед съел банан и я могу продолжать играть дальше так тут что тут крокодилы бегают и бьют хвостом с разворота рыбы плавают крабики всякие и по моему акулы еще о еще и эти мерзкие лягухи да этот уровень вообще такой своеобразный надо же я не думал что я там жизнь найду и самое противное я не могу нанести удар вот этим вот монстрам потому что вот это вот плавание бастер оно не считается напрыжкой понимаете вау вау да все таки если бы бастер плавал как плаки дак было бы удобнее но увы он не плаки дак это еще течение такое дикое ой да ладно лапкой жаба лапкой задела прикинь ой течение ребята еще и рыбы вот главное мне кажется вот этот момент проплыть и нормально дальше будет вау вот тут это по-моему финишная прямая этого левела опасно опасно очень все прошел да нормально так что теперь теперь по-моему водопады а не теперь босс и это а вот как раз и плаки дак с шапочкой ничего страшного у меня у меня пять сердечек и еще разик а все все самолет сломался у него и и шапочка и шапочка сломалась все а сейчас лава сейчас будет лава и по-моему там опять будет плаки дак но и шапочек в другом амплуа в амплуа супер утки вроде бы зашimos эмплуа амплуа гоблины бегают ой они же на две части раздваиваются и не один раз нормально и как это понять так тут колокольчик а это как в марио так эти штуки тонут в лаве это не обязательно было брать но ладно это легко ой это уже опасно а тут видите как сделано максимально неудобно чтобы игроку было так ловко ловко тут тут это гейзеры да вулканические наверх пожалуйста спасибо ой а все нормально тут есть сердечко наверху опа опа так тут вроде бы вниз лучше не прыгать нормально но ты так чисто а то давайте наверх как-нибудь жизнь ой я не знаю эта штука наверно с одного удара убивает как правило в игр когда придавливают то это все с одного ударом так дальше все еще лавовый уровень уже более жесткий опа опять эти осторожно ой и еще ждать теперь эту платформу серьезно без паники тихо тихо ту 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 нормально так наверх сейчас проверим тут есть нет секретки тут нет ой о смотри сам что ладно хоть немножко здоровье восстановлю ой я тороплюсь немного да зато зато вот что есть бонусы интересно бонусы тут каждый раз все более сложные я честно говоря не помню особо эти бонусы не запоминал о помощник тихо в конце должны быть эти колокольчики там сердечки все вот это вот подожди опасно опасно я не хочу чтобы меня выбило из этого уровня о вот это опасно было все колокольчик он же еще сердечки максимально восстанавливает понимаете какая штука хитрая так продолжаем нас обратно телепортировала но теперь уже полного здоровья кролика по жалко что это не здоровье было о оу 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 тихо еще и жестко нормально подожди опасно оу 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 нифига да мне бы здоровья не хватило так ошибаться о смотри честь нормально нормально тихо alo о о о fol никак не допрыгнуть а все что да ладно такой level максимально короткий офигеть 14 жизни уже накопилось так 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 вот сейчас наверно босс будет или нет да супа плаки дак плаки дак кто такой плаки дак это не мое имя меня зовут токсик ревендер и у тебя проблемы бакс баня но тут он как марио короче по трубам это максимально простой босс ну максимально эй плаки дак да сколько раз мне тебе говорить я токсик ревендер я в следующий раз тебе не буду помогать своим домашним заданием плаки ой извини бастер это единственный персонаж в игре который два раза попал под влияние сумасшедшего ученого фига себе вот я поэтому и говорю что дай бастер умеет быстро бегать но лучше не надо так вот этот уровень с водопадами он прям ой какое неприятное ничего не как мне вниз не попасть уже тут я это сердечко не возьму я пока буду пытаться его взять и только проиграю лишний раз тут еще шипы есть некоторых местах и я могу случайно на них попасть волк ты издеваешься сколько тут всяких ну да это тоже не возьму никак два сердечка обидно так вот здесь вроде бы где-то шипы были но если тут морковки значит можно вниз ага вот где-то тут вниз нельзя спрыгивать где не помню не помню где ну ну все одно одно касание осталось вот здесь нельзя спрыгивать а слева можно ой неприятный немножко уровень да о смотри удобно да так я снова здесь теперь надо левее немножко прыгнуть у во 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 все вот это самый главный момент который надо было пройти этот уровень очень короткий но ты можешь прыгать чисто из этих глупых шипов и кстати из-за того что я проиграл у меня отняли колокольчика значит у меня будет максимум три сердечка так смотрите тут нарисован как бы босс но нет это просто корабль призрак так сказал как будто бы это что-то обычное обычный корабль призрак ничего необычного да я действительно музыку удачно подобрали тут так а подожди ооо нифига тут какие шипы хитрые тут тоже есть элемент этого лабиринта тут еще рыцари тоже такие противные с дубинками и с копьями а колокольчик найс хорошо а я смогу допрыгнуть а да так мне обратно походу босс тут кстати неприятный весьма ой ну так тут капкан а я вот не помню тут вроде вниз прыгал внизу сердечко ой а да ладно не ну это капец как опасно я туда не пойду пожалуй наверно сюда куда-то надо вот вот наверно да сюда скорее всего не надо зачем бочка тут как будто я неправильно еду а я и правда неправильно еду это мне надо вниз куда-то а как мне обратно то попасть если я не допрыгиваю алло вот как то так наверное по-моему я заблудился чё серьезно я опять тут да прикинь я заблудился а мне оттуда не надо было спрыгивать все понятно теперь понятно короче идти надо опять сюда только на этот раз вот опять сюда и не спрыгнем вниз короче а просто вниз не падать все я понял а я говорю вот этот уровень он иногда как иногда да он почти всегда меня путает вот голова тут пройти так вот грабли капканы все спрятана вижу дверь сокровища но монтане максвана тоже надо отдаю мне сокровища такой босс неприятный немножко надо обладать немножечко ловкостью рук чтобы его можем просто в воду свалиться и все ну можно и так а ну тут он просто бесплатный удар дал мне все хочешь вернуть своих друзей бэбс баня отдай мне сокровища нифига подобного так и мы господа приближаемся к снежным уровнем но опять вода опять водный уровень только тоже ледяная вода кажется ну хватит уже этих водных уровней а тут еще акулы плавают они очень агрессивные они когда видят бастер они сразу на него бросаются пока что очень ловко и бодро идем все вроде тут шипы могут быть вот это меня пугает но их тут нет а вот я думаю где он следующий уровень но это уже нормально снежный уровень ооо тут много всяких будет снеговиков там вот этих вот ага о накачанные собаки на дэнди они кидались гантелями тут они просто шарами бросаются видимо для боулинга шипы ну да ой однако о кстати можно это по облачкам пройти изи ой ой нет не изи нет это было не изи и тут я так понимаю только по облачкам и можно пройти я снова потерял колокольчик уровне туда такие опасные ну что он вообще не идет просто максимально ой тут вообще ошибаться нельзя ой нельзя оооо ооо 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 оооо ооо все да а нет не все мне повезло капец как повезло от нормально собака подожди а что тут и ничего нет опасно тут очень опасно я помню а Тут вроде бы на агру надо забираться, да? Ага Можно по-сложному, конечно Можно по-простому Хотя тут простых способов нет Опа Не ждем пока собаки шарами кинутся Вот так вот, изи, изи Тихо А, сюда как раз надо Колокольчик А все, она уже не работает Эта штука Я мог колокольчик взять Но увы, я его не взял Ой Ну ладно Что ж, я без колокольчика не затащу игру Тише, 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 тише Тоже погода, я смотрю, не очень хорошая А, вот тут нормально Просто гора высокая очень Ой Ну все, хорош Так Это вроде бы предпоследний уровень до босса Оооо, ну туда Тут придется попотеть Тут попотеть придется Ой как Нет, нет, я подожду А, да ну А, там А, надо было еще подождать Да не может быть Подожди Да, тут есть такая Замудренность Этими Вот, ага Надо просто Надо было ее просто догнать Ага Все Все, сейчас нормально У Угу По морковкам надо, да Ориентироваться И вот примерно вот сюда Ага Там еще же шипы, по-моему Собака Тихо Спускаемся Аккуратно Тут тоже Надо Вот, вот Вот Вот, надо очень аккуратно быть тут Собака Тихо Еще одна Сразу она кидаться не будет Оп И все вроде Кузнечик Самая жесткая Самая сложная Самая сложная Ха О, все Пришел в себя Хэмптон Извини меня Бастер Банни Все нормально Так Так Ну все Вот сейчас Самая жесткая Так Так, тут можно По-особенному Пройти Вот так Нифига себе 12 марта На улице Просто вьюга Что это Что это Что это Ой Так, ну вроде нормально Так Сердечко Вижу Ой Стоп Ага Так Тут вот сюда И вот так Знаете Не попадаем Так А тут Что я не помню Кстати Может Сердечко Какое-нибудь А Да Нифига Меня робот спас Что ли Получается Все Нормально Прошел Отлично Тут же по-моему Сразу два босса Но последний босс Он вообще Элементарный Сразу скажу А вот Предпоследняя Элмайра Надо Как бы там Проиграть Более чем Возможно Поехали дальше Так Тут А тут Как вообще Лучше пройти Даже не помню Ой Он током бьется Он вообще Что ли Ого Он без конца Что ли Током бьется Подожди И этот робот Он же не просто так Тут Он тут не просто так Он для чего-то нужен Чтоб наверх Подняться Ой Я его сломал Случайно Я случайно Его сломал Так Тут что Я даже не знал Что тут Сейчас посмотрим Ого Ого Что Чтоб Ого 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 чё заново плохо без колокольчика а а а ну ничего страшного сердечко взял о видали да прикол ну и зачем ты тут объяснить можешь было вот так просто пройти да и все и все но можно конечно и дальше пройти зачем когда есть птичка следующий уровень о ну туда тут вообще одни шипы вот эти вот неприятные которые в любой момент могут могут появиться из-под земли ты этого даже не ждешь походу не здесь так и не здесь и не здесь а вот здесь надо еще дверь угадать по моему а а честно говоря не помню какая из них не они это наверно где-то в конце ой-ой-ой нельзя так опасно не помню не помню честно говоря вроде бы как она должна быть в самом конце справа ну типа самая такая дверь до которой сложнее всего добраться да ну да ну какая же это дверь о колокольчик жиско смотрю наверное и не это тоже а вот это смотри по таймингу так вот тут конечно сложности будут вниз упало все заново да эти шестеренки еще ой фиг пойми как они это тоже сложный момент тихо вот вот это ага вот это сложный момент опа заново заново ой эта штука еще скользит смотри ну здесь да здесь ооо ооо да ну вот я про это говорю максимально неприятную лада третья попытка вот так вверх так эти штуки давят опасно так тут как а окей а надо наверху надо наверх эти чтобы выключить ой как неприятно точнее чтоб включить нормально нормально в общем шикарно так сейчас вроде бы элмайра сразу же будет бегаем от нее неспешно и тут элмайра в отличие от дэнди реально может догнать лучше быстро не бежать иначе можно в стену врезаться и все и она догонит тогда аккуратно аккуратно особенно в этих местах ага вот вот я про это я чуть не попался только что папа а тут вообще не прыгнешь особо ой да вот одно из самых опасных мест все ну и босс ребята не отдам я тебе сокровище ну ладно сам напросился что 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 на то же самое точно также он этот робот собирается и все и по таймингу по башке получает все последний удар вроде всего изи босс очень легкий самый легкий вообще момент в игре так ты обещал что освободишь без бани всех моих друзей и что насчет сокровища короче сокровища все таки отдал монтана макс ну что же дорогие друзья на этом пожалуй все большое спасибо за просмотр прошли мы полностью эту игру ставьте лайки подписывайтесь на мои каналы это youtube дзен и бусти ссылочки на них в описании если вы хотите поддержать мой youtube канал донатом то это можно сделать по ссылке в описании всем хорошего настроения и всем пока